Мы попали, Серега, в катапомбы. А, нет, в зону. Ну что, Серега, всем привет. Сегодня у нас замена колес. Так что, хорошего человека. Так бы сказал, просто папа попросил помочь. Ветеранам надо помогать. Да. Всем привет, с вами Андрей и Сергей. Сегодня мы в гостях у папы. Приехали к Серегиному отцу, то есть к моему тестю. Думали, на кофе позвал, а оказывается нет. Кофе надо заработать. Да, он говорит, сначала поменяйте резину, так как у нас осень наступила уже, да, ну наступает. Уже половина осени. Да, ну минус 2 было, самый большой минус 2 ночью. И по немецким правилам, да, надо зимнюю резину одевать. Для чего это делается? Так как, если у тебя страховка есть, ну, и где-то зимой произошла авария, и ты на летней резине, да, ехал, возможно, что страховка даже не оплатит ни ремонт машины. То есть, и вот резина должна быть, соответственно, по погоде. Так что вот у нас, батя, напрёк. Сейчас мы меняем резину на машину Volkswagen Tiguan 2015 года. 4х4. Немножко покажем машину. Ну, а сперва... Переби, подождите, 15-го года. Да, 15-го года. Или 13-го. Я думал. Серёга, даже... Короче, сейчас мы узнаем, какого года. А, нет, Серёга, извиняюсь, я поправлю. 12-го года он, или 13-го. Да, вот. Нужно посмотреть. Вот сама модель. И... Ну, это первое поколение Volkswagen Tiguan. Сколько у него лошадиных сил, не знаешь? Сейчас мы посмотрим. Ваше собрём, скажем, 300. 300. Джип. Ну, это компактный кроссовер. 4... У него 4WD. Дизель. Хороший такой. И, смотрите, батя тут, вон, купил прицепной для велосипедов, так как он велосипедами занимается. Тоже такая вещь удобная. Оказывается, у него-то прицепной крюк есть. Значит, можно прицепки прицеплять. А для замены колёс нам понадобится домкрат. Вот такой мы взяли. Универсальный, мощный и ключ. Это я всё привёз дома. Так как у батя лишнего в багажнике ничего нет, Серёга. Своего здесь нет. Своего ничего нет. А подожди, ключ-то подойдёт? Давай посмотрим. Смотрите, у нас проблема. А в чём заключается? Я вам сейчас покажу. Там подходит. Я хочу показать, что один болт есть специально вот такой там узор. Видите? Если это камера сейчас... Если мы сейчас этот ключ не найдём, то мы не сможем поменять. Потому что четыре болта – это обычные. И вот пятый – это специально нужен. Сейчас отец ищет в багажнике. Нашёл, нет? На 17 надо головку. Это специальная такая головка. Вот как раз под специальный болт. Сейчас посмотрим. У тебя ручник. Всё, подходит. Мы спасены. Замена производится летней резиной на зимнюю. Сначала мы немножечко ослабим болты. И потом уже будем поднимать. Серёга, нормально идёт? Да тяжело, я бы сказал. Универсальный домкрат. Мы должны здесь попасть правильно. Куда должен подойти? Вот плохо, что здесь я не вижу специального места, куда должен вставать. Или... Пойдёт на эту линию. Да я вот на... Ну, вроде подходит. Давайте попробуем. Идёт? У меня, допустим, на Рено специальное место есть такое. Выемка, да? И туда уже подходит. Всё. Потихонечку. Так. Вопрос. Хватит ли высоты? По-моему, до упора уже зашёл. Так. Колесо ещё стоит на земле. Тут вам и универсальный домкрат, который не подходит под простой красот. Батя. Батя тащит. Чё-то говорит, будем подкладывать теперь. Нужна отвертка, чтобы спустить. Вот, по-моему, не надо. Вот. Просто берёшь. И всё. Замена колёс произвётся в полевых условиях. Вот мы нашли здесь рядом. Спасибо, добрым людям. Кто-то выкинул только что, да. Деревяшку. Кому подложили. Военно-полевые, да. Батя подсказывает. Может, ветерану. Попивая кофе на террасе. Блин, жалко, когда старую машину продавал этот набор ключей, там оставили. О-о-о, на влаза брать, Серёга. А чё ты не подумал? Так, а это что такое? Это сам батя наклеил? Ребята, это уже пошёл тюнинг, если что. Видите? Плёночка, чтобы не царапать. Два вида резина. Одна у нас идёт вот такая. Это у нас... Сейчас мы посмотрим. По идее, если у него и передний, и задний мост, то без разницы, да? Какой профиль ставить? Нет, их можно местами поменять. Если с правой мы сейчас налево поставим, а с лево направо. Ну, два одинаковых. Да, да, да. Где-то сзади должны быть. Просто у них протекторы разные. Ну, давай вот эти назад поставим. Ну, вот она как раз задняя, правая. Сколько здесь у нас профиль идёт? Миллиметра 4-5, да, наверное, ещё? Больше. Больше? 8. 8-9. Пока ты же тут не стоять будешь с нами? Хочешь, ковыряйся в этих колёсах, эти камни, что-то вообще. Ну, убирай. Тут есть вот такие специальные бугорки, посмотрите. Если резина стирается до этих бугорков, то её уже надо менять. То есть тут вот... До конца высадки? Да, да, вот специально вот такие стоят. Это чтобы уже сам водитель, ну, примерно знал уже, до какого состояния можно ездить. Ну, опять же, это зимняя резина. Тут такого нету, чтобы были какие-то правила, да? Не, ну почему? Там 4 есть, 6-6 миллиметров, 5 миллиметров. 5-6 лет, наверное, менять надо. Ну, это тоже, да, допустим, в среднем 5 лет резина отхаживает на машине, надо потом заменить. Потому что уже как... Ну, да. Резина, например... Она начинает потом, после 5 лет лопаться вот в этих местах. Она не начинает ничего лопаться. Резина... Ну, я не знаю, я бы не рисковал уже. Ну, я тоже не буду рисковать. Мы не рискуем, мы меняем. Так что, ребята, погнали менять. Посмотрим сразу тормозные колодки, пока мы здесь. Давай, давай. Быстренько посмотрим. Так, нормально. Ещё есть сам тормозной диск. Тоже пойдёт. Конечно. Не, ну, тормозные колодки ещё походят. Ещё сезон можно поездить, нормально. Ну, вот так проходят у нас выходные. Сейчас поменяем здесь колёса, потом надо будет на моей поменять резину. Заметьте, менять всего один человек. Один снимать, второй там что-то. Нет, я этот, Мася подам крату, видите? Да, да. То есть, вот он сейчас ослабит. А менять тот человеку, которому не надо колёса менять. Ну, это как всегда и было. Нет, я так понял, у нас меняет самый молодой, который самый сильный. А мы уже так сидим, помогаем, помощь. На пеньке ещё. На пеньке, ты готов, Серёга? Нет, подожди, я так понял. А, ещё этот. Не идёт ни хрена. А это кто-то за... Осторожно там. Я буду сорвать. Ну, да, у нас уже было, что мы уже шпильку, да? Да. О! Давай. Делай свою работу. Ты думаешь, она же тоже сложная? Вся ответственность лежит на мне. Не дай бог неправильно подставлю где-то что-то. А потом... Перед-то тяжелее по-любому. Уже домкрат... Поднимать тяжелее? Да. Уже... Опа! Сила! Там уже край доски. Пошёл, да? Ещё один-два там сделал. В принципе, она подорвалась от пола. А уже дальше не идёт. Так, ладно, я пошёл за колесом. Сейчас несу и меняю. Смотри, не устай. Колесо-то нести. А может, это оно есть? Да я его уже принёс. Вот лежит. Я уже подготовился, Серёга. Сразу смотрим состояние тормозных дисков, тормозных колодок. Чтобы быть уверенным, что ещё можно ездить. Что нам здесь говорят? Тормозные колодки. Так, ну, в принципе, половина нормальная есть. Здесь тиски тоже ещё хорошие. Даю добро, Серёга. Можно ставить колесо. Да, можно. Спасибо. Фото идёт. Серёга сказал, работаем быстрее. Нам успеть надо до обеда. То есть нам ещё здесь поменять. Потом ещё мою поменять. Резину тоже. И на обед успеть ещё. А то, как говорится, кто не успел, тот опоздал. Ну, как, Серёга, там нормально? Да. Всё. Так, ну, а что здесь у нас тормозные колодки нормальные. Диск тоже пойдёт. Ну, вот и всё. Последнее колесо мы делаем. Серёга, сейчас... Я думаю, ещё одна машина. Откручивают и потом ставим. Я повторюсь, это человек работает, которому колёса не надо менять. Ну, вот багажник Volkswagen Tiguan. Так, батя мне сказал, чтобы я колёса забрал к себе на хранение. То есть надо помочь и ещё и забрать сразу. Ну, вот мой багажник. Побольше, конечно. Тут уже, если сиденья разложить, приличное будет. Места много. Закончили мы помогать папе. Папа сказал спасибо, приезжайте ещё раз в гости. Обращайтесь, отвертку хотел сломанную нам подарить, да? От души там, от сердца ещё. От души, да. Говорит, возьмите отвертку, сломанная ручка. Хорошая, правда, сломанная. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!